Перед началом ролика хочу вам посоветовать хорошую интересную группу по роялю. Здесь вы можете увидеть разные интересные мемы, колоды, советы, тактики и многое другое. Кстати, в этой группе проходит конкурс на гемы с общим призовым фондом 1780 гемов. Здесь все в описании расписано, какие призовые места, когда результаты, условия и тому подобное. Заходите, подписывайтесь в этот паблик, ссылку я оставлю в описании. Ну и обязательно, конечно, примите участие в конкурсе. Привет всем, дорогие друзья, ну что ж, я как и обещал, продвигаюсь потихоньку вверх по кубкам, нахожусь на своем сейчас основном аккаунте, и я уже преодолел отметку 4600 кубков, добрался до искателя третьего. В общем, как и обещал, я в этом сезоне должен обязательно опнуть 4900, но цель моя 5200. Я думаю, я смогу, ребят. У меня вот такая вот колода, и у меня 13 сериала гигант, да-да-да, я уже знаю, что в комментариях напишут, я бы с такой колоды сидел на 5500 минимум. Я привык просто уже к этим комментариям, поэтому я заранее предугадываю ваши комменты. И сейчас, ребят, начало сезона на 4600 кубков, я вам серьезно говорю, это то же самое, что сидеть в конце сезона на 5000, там, плюс кубков. То есть мне подбираются те люди, которые сидят, сидели, точнее, раньше в прошлом сезоне на 5200, 5500. То есть я вам сейчас это покажу. Давайте я сейчас у меня тут бесплатный сундук. Итак, ребят, я вам сейчас покажу повторы с этой колодой, и немножко о колоде. Я ее взял у топа, немножко переначал, в общем, здесь у меня вместо стрелы была принцесса, я решил ее брать, потому что она очень много использует люди бревна, стрелы, а ее контрят очень быстро, а я ее в основном использую только, когда там мухи летят или еще что-то. То есть не очень рационально ее использовать, поэтому я взял пока стрелы, потом, возможно, запись еще возьму. Ну, в общем, я пока тестирую эту колоду, но на 4600 я забрался, и я думаю, следующий ролик будет, когда я буду на 4900. В общем, вы скажете, у меня прокачка очень хорошая, да, и я должен сидеть выше. Начало сезона, я вам еще раз повторяю, все люди еще не поднялись к тем кубкам, на которых они сидели раньше. Я вам сейчас покажу своих противников. В общем, у меня сейчас тут, ну, в логе, видите, дружеские поединки, я потом пвп-шился с Акланами, там, в фейсбуке с друзьями, вот. И сейчас давайте, вот. К сожалению, ребят, будет всего лишь два повтора, потому что я сейчас очень усердно прокачиваю свой аккаунт и играю в больших испытаниях. Поэтому, как видите, большинство у меня повторов с больших испытаний. С глобала очень мало у меня поединков, поэтому показать мне особо нечего. Были очень крутые поединки, где я выигрывал игроков на 5500 кубков с 11-ми рарками. Но, к сожалению, эти повторы не сохранились, потому что, во-первых, у меня не было еще 4600, а ролика по этому поводу я пилить не собирался. Сейчас я вам покажу повторы с глобальных сражений. Давайте сразу покажу прокачку своих противников, ребят. Итак, вот эти я два повтора вам сегодня покажу. Вот, давайте, допустим, первого возьмем противника. Смотрите, ребят, в прошлом сезоне он был на 4900, и, пожалуйста, его прокачка. Он ничем не хуже меня прокачан. У него также 13-й Райл Гигант, у него 10-я Валька, у него 6-е Эпики, у меня далеко не 6-е Эпики, у меня далеко не 10-е Рарки, у меня Рарки до сих пор 8-е, 9-ых еще и близко нету. Ну да, Команки у меня и Райл Гигант одинаково. То есть, ну все честно, у него прокачка такая и у меня такая прокачка, но он сидел на 4900, поэтому я думаю, что я тоже туда заберусь. И второй противник, который сегодня мне подобрался, вот смотрите, пожалуйста, его рекорд. 5000 кубков его рекорд, и вот его прокачка. 7-е Эпики, 3-е Легендарки, все Команки 13-го и снова 10-я Валька. Я надеюсь, вы убедились, что здесь противники мне такие же, как и я, подбираются, потому что начало сезона. Давайте посмотрим сейчас, ребят, первый повтор против Райл Гиганта 13-го уровня. Почему я решил играть с Райл Гигантом, ребят? Потому что он у меня единственная комнатка, которая прокачана более-менее, чтобы я мог играть в глобальных сражениях. Хок у меня, к сожалению, 8-го, Гигант у меня 7-го, Лава я не люблю, Голем у меня 4-го, ну как я могу с такими картами играть в глобальных сражениях? Естественно, я выбрал Райл Гиганта. Тут, ребят, смотрите, я допустил ошибку. Райл Гигант был со стороны оппонента и 3 миньона. Я долго думал, стрелы бросать или Орду Миньонов. Выбросил Орду Миньонов, была ошибка, потому что я, смотрите, не законтрил все-таки 3-х миньонов. Райл Гиганта, конечно, уничтожил, но я потратил стаю мух и 3 миньона. То есть, ну, во-первых, по эликсиру я, по-моему, больше, да, по-моему, больше потратил. И вот сейчас, смотрите, мне нечем контрить Вальку. Если бы я кинул стрелы, то я бы 3-х миньончика вкинул на Райл Гиганта, и все, и законтрил бы его. А так я очень много потратил эликсира и своих юнитов. Пришлось вот так отвлекать Райл Гигантом, но в итоге он ставит пушку, и мой Райл Гигант наносит просто 0 урона. Но я хотя бы отвлек Вальку, и по правой стороне не получил урон. Мегу Муху я не контрюю, я поставлю сейчас Мортиру, она сагрится на нее. Хотел сделать выстрел по вышке, но он успел поставить Райл Гиганта, плюс бревно на армию скелетов. В общем, вначале у меня прям вообще ужасно все было, и сейчас вы видите, я еще много урона пропущу слева, справа. Я бросаю трех миньонов, сейчас он готовит, как видим, у него есть стрелы, но он, по-моему, их не выбросил. Да, он их не выбросил, потому что он видел уже мою стаю мух, ну, Орду Миньонов точнее, поэтому приберег их для них, именно для них. Так, он выбрасывает сейчас Валькирию, я готовлю, не, готовлю армию Орду Миньонов, блин, извиняюсь, армию хотел сказать. Орду Миньонов, он бросает на них стрелы, соответственно, Валька наносит урон. А десятая, ребят, Валькирия, ну, я вам скажу, жирная, жирная такая тетка, и наносит много урона. Смотрите, сколько оставила на мне хитпоинтов. Такое ощущение, что Хок прошелся по моей вышке, да? Я ставлю Мортиру, и, блин, он гад контрит ее пушкой. То есть, вообще, я думаю, ну, вот это бой, да, походу, я не апну 4600, и сегодня ролика не будет. Но нет, в конце, просто мой оппонент сделал грубую ошибку, и за счет этого я, конечно, закомбэчил. Я выбрасываю Ледяного Колдуна, и, наконец-то, готовлюсь выбрасывать Рал Гиганта, и он еще молнией меня добивает, и я думаю, ну, жесть просто. И по эликсиру, видите, он пока не проигрывает мне. Подбрасываю 3 миньона, и тут он тратит стрелы, ребята. Я выбрасываю орду миньонов. Я, конечно, сейчас не пропушу его сильно, но все-таки вот это, что он стрелы потратил, я немножко урона нанес. Я наперед кинул Сейлы, потому что думал, будет сейчас 3 миньона, я их быстро уничтожу, и мои мухи... Ну, я просто понимал, что у него больше нечем контрить их. Я думал, если я сейчас уничтожу препятствия, то мои мухи долетят к вышке. Но нет, не получилось. И смотрите, я ставлю Мортиру, вот его ошибка. Вот его ошибка, что он поставил Реал Гиганта прямо возле карты. Зачем? Спрашивается. Соответственно, Мортира наносит урон сейчас... Нет, по Реал Гиганту, да, не по вышке. Но я с легкостью законтрил его пушку. Ну и все. 13 Реал Гигант, есть 13 Реал Гигант. Плюс он потратил бревно. То есть он сделал свое дело и нанес неплохо урон. Я бросаю стрелы, и это все в конце добиваю. И, видимо, он без эликсира не может добить мои 343 хитпоинта. Хотя, если бы он все сделал правильно в конце, мы бы могли на ничью выйти и еще посражаться за вторую вышку. Но он, конечно, затупил в конце. Что ж, давайте посмотрим еще второй повтор против Принца. Тут, конечно, ну не такой интересный повтор. Я тут вообще практически не дал себе нанести урон. Но у меня больше нечего показывать в глобальных сражениях, потому что сейчас играю в больших испытаниях абсолютно каждый день. Как видите, у меня гемы на балансе есть, поэтому я постоянно доначу и хочу прокачать свой аккаунт и выйти в топ. Сейчас я в местном топе нахожусь на 50-м месте. Я здесь не знаю, зачем я выбросил и то, и другое, но мне надо как-то останавливать. Валькирия идет все-таки Принц. Выбрасывает он Принцессу, я ее накрываю бревном, ну и, в принципе, миньонов никто не контрит. Как видим, у него миньонов нечем останавливать, у него только зап. Соответственно, моя колода ну, даст про это знать ему, потому что у меня есть и 3 миньона, и орда миньонов, и армия скелетов, а у него всего лишь зап. Так, подбрасываю я Рал Гиганта, плюс мой Ледяной Колдун, ну и видим, что спокойно дамаг проходит, потому что Рыцарь сагрился на Ледяного Колдуна, плюс 3 миньона, я с легкостью забираю Принца. Так, я ставлю мортиру и готовлю армию скелетов на Принца. Ребят, Принц 7 уровня, если его пропустить, то полбашни не будет. И видите, у меня сейчас нету эликсира, а на карте Ледяной Колдун, был шахтер только что, еще живой целый Принц. Я выбрасываю, успеваю выбросить Ледяного Колдуна, это, конечно, не спасает, но зато Принц наносит урон не с разгона, ну и бревном в конце добиваю. То есть, ну я вначале думал, ну сейчас пропущу сразу вышку. Он подбрасывает Принцессу, и тут я долго думал, что выбросить, 3 миньона или стрелы. Соответственно, Принцесса успела там выстрелить 2-3 раза из-за этого. Дальше жду действия от противника. В принципе, я понимал, что у него кроме ЗАПа ничего больше нету, я его все карты как бы видел, и мне его колода, если честно, ну не совсем понятно, хотя он сидел на 5К кубков. То есть, ну не сильный игрок, я вам честно скажу, но прокачан он неплохо. Легко мортиры останавливаю, ну то есть всех юнитов сманиваю на мортиру, то есть поставил ее по центру, ну и мелкими юнитами с двух сторон и тех юнитов Агрил и Ледяного Колдуна. То есть на Изи получилось отдефать. Подбрасываю Реал Гиганта. Я не понимаю, зачем он выбросил Принца аж за Королевской Башней. Я подбрасываю миньонов, ну и миньонов ему нечем контрить, кроме как ЗАПом, да, и Принцессой. Ну как-то... А, да, там сзади Ледяной Колдун был, ему повезло. Но впрочем, этот бой не был потным, я вообще на Изи выиграл здесь, не вижу ничего интересного в нем. Ну, еще раз повторюсь, мне нечего вам показать, потому что это единственные два сражения с Глобала, которые привели меня на 4 600. Просто до этого катки я не записывал, потому что я обещал, что покажу только результат, а не просто какие-то свои онлайн-атаки. Следующее видео, надеюсь, будет на 4 900. Вот так вот я его выиграл, ну не знаю, прокачка мне понравилась у него, я решил этот бой, естественно, вам показать, потому что мне только два повтора остались. Ну, остальные сражения, ребята, с Акланами, там, в больших испытаниях, в общем, если что-то будет еще интересное, или какая-то колода, или мои рекордные кубки, я обязательно об этом сниму ролик. Ну, и что касается колоды, ребята, естественно, я буду ее рекомендовать, и я уже объяснил, почему я играю с Реал Гигантом, потому что остальные карты у меня, ну, вот, в плане танков, да, ну, не танков, ведущие карты, атакующие, точнее, хог у меня 8 уровня, а, ребят, на 5800 хогом, ну, честно, сложно, я настолько скиллован, чтобы 8-ми рарками на 5к зайти. Ну, а 13-м Реал Гигантом, я думаю, зайду, и чем мне эта колода нравится, то, что здесь есть мортиры, реально, это носит какую-то уникальность в колоде, и намного интереснее играть, чем просто Реал Гигантом, то есть мортиры, интересно, я иногда атакую мортиры, и дефую с ней, ну, то есть, мне очень нравится эта дека, я ее взял, я сначала не понимал, как я буду с ней играть, и мне не до конца, и сейчас она понятна, но у меня получается с ней играть, и я уже на 4600, и, надеюсь, следующий ролик будет на 4900. На этом, я, ребят, буду с вами прощаться, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы я как можно быстрее дошел до 4900 кубков, а потом на 5200, я надеюсь, что я смогу это сделать, ну, а вам, я, ребят, желаю удачи, чтобы вам везло, чтобы вы всегда побеждали, выбивали сундуки, легендарки, и всего вам, ребят, хорошего. Всем до новых встреч, ребята, ждите мои новые ролики, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok